Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале Сказочная Деревня, меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. Утро. Утро у кого-то начинается... Не знаю, с чего. С чего начинается утро? У меня утро начинается с печати этикеток. В комментариях одна из зрительниц спросила показать мой термопринтер. Ну, может быть, кому-то это тоже интересно. В общем, смотрите. У меня вот такой термопринтер. На самом деле он старый. Это старая модель. Называется Argox OS2130D. Здесь я купила его блушным на Авито за 2,300. Он... Кроме... Печатать он больше ничего не может. Здесь нет никаких особых настроек, кроме вот одной кнопочки, которая, если ты нажмешь, она пропускает пустую этикетку. Все, здесь больше ничего нет. Вкал и выкал. Вкал и выкал. Он... Сейчас я вам его открою. Для печати этикеток на Аванберис он вполне подходит. Там сейчас этикетки должны быть 58 на 40. Вот такой это размер этикеток. Здесь у него такая палочка. Палочка, за которой крепится и вставляется вот сюда. Есть этикетки большие. Бывают большие этикетки, но он для них не подходит, поскольку они не помещаются вот сюда по ширине. То есть, если вам нужно напечатать большие какие-то широкие этикетки, то вам такой принтер не подойдет. Вот. Подключается он к компьютеру или ноутбуку через USB-шный провод. Вот он здесь вставляется и через... Ну, вот сзади вход и к компьютеру. А также здесь целая куча всяких других этих отверстий для... Видим, каких-то других кабелей. У меня их нет. У меня вот один USB-шный провод и один провод на зарядку. Ну, и, собственно говоря, все. В него не требуется краска, но в него требуются специальные термоэтикетки. То есть, краска здесь никуда не заправляется. Он, я так понимаю, с помощью магнита, наверное, встроенного, да, печатает вот, собственно говоря, такие вещи. Но краску, конечно, в него заправлять не нужно. Но зато этикетки должны быть именно специальные, видимо, с каким-то магнитным слоем, наверное, для того, чтобы вот эти черные, ну, черные пятнышки, да, чтобы напечатать, наверх проступали. Так, ну что, что-нибудь давайте напечатать попробуем. Я печатаю всегда файлы PDF, то есть я делаю этикетки в Варде и перевыгружаю их в PDF, потому что они так лучше, ну, как сказать, лучше ложатся в Варде. Они бывают, что ложатся на этикетку криво. Нажимаем печать. И сейчас у нас тут появится наш, собственно говоря, образец и принтер. Вот наш образец. Ставим сюда книжную, чтобы она поровнее была. Ну и, собственно говоря, все. Здесь можно еще в других настройках полазить и сменить этикетки. То есть имейте в виду, когда вы будете печатать, у вас обязательно должен быть указан размер бумаги. Размер бумаги я вручную устанавливала. То есть это размер этикетки именно вот этой. Если у вас этикетки других размеров, то у вас здесь должен быть другой размер указан. Вот название этикетки товара, это я сама писала, когда, собственно говоря, забивала через... Я вошла в настройки принтера на компьютере и там вручную вносила новую бумагу с размером этикетки, которой я пользуюсь. Видите, здесь вот этикетки товара. Два вида у меня разные этикетки бывают. Еще пользовательские настройки. То есть обязательно нужно указывать размер бумаги. И обязательно нужно сделать вот такую под вашу этикетку обязательно размер. Здесь вот по размеру области печати, по фактическому страниц на листе одна. Так, мне нужно 11 штучек. Печать. Ну и все, собственно говоря. Если у вас вот здесь все верно настроено, то никаких проблем с этикетками не возникает. Вот он их выдает вот так вот. И сделаем пропуск, чтобы потом следующие этикетки не... Вот я их уже целую ленту напечатала, чтобы следующие этикетки, ну, видеть, где они отличаются. Еще раз хочу сказать, что принтер, модель очень старая, на самом деле. Драйвера под него я искала просто в интернете, на сайте именно Argox. Но имейте в виду, что это не русскоязычный сайт. Если вдруг кому-то надо, я устанавливала. То есть ты принтер покупаешь, еще в компьютере должны быть драйвера. Это такая программа, которая... Компьютер показывает, что это за устройство, которое ты подключаешь, и как они должны работать. И вот я все искала прямо на сайте производителя. Я знаю, что сейчас очень многие торгуют термопринтерами, в том числе и на Вальбересе. Именно для тех, кто занимается поставками на маркетплейсы, для магазинов. На Вальбересе тоже есть термопринтеры. Куча всяких обзоров есть на термопринтере, на Ютубе. Они уже более современные. То есть мой, например, термопринтер не подключается через Wi-Fi. Поэтому, чтобы мне напечатать этикетки, мне нужен обязательно компьютер. Но эти же более современные модели, к которым можно подключиться через Wi-Fi, и печатать, например, просто с телефона. Для этого компьютер не нужен. Поэтому, что я могу сказать? Ну, если у меня спросите, Юль, как тебе? Меня все устраивает. Вообще абсолютно. Это просто, это дешево. Ну, работать с ним просто. Он стоил мне совершенно недорого. Сейчас где-то, если покупать новый термопринтер, но более современный, будет от 5-6 тысяч и там до... До сколько вы хотите. А я купила его всего, по-моему, за 2 800 бушный. Но ничего, он работает. Ему, я не знаю, эта модель, наверное, ей уже лет, не соврать, лет 13 или 15. Она уже старая, их уже, по-моему, даже и не делают. Но он работает. Все меня вполне себе устраивает. Ну, вот про термопринтер вроде же сказала. Но если будут какие-то вопросы, черканите в комментариях. Если что-то непонятно, поподробнее отвечу. Про принтер показала. Я сама в прошлых роликах собирала заказы и обещала показать, как я сматываю с помощью шуруповерта бобины по 50 метров. Вот у меня есть заказ на такую бобину. Сейчас я вам все покажу. Во-первых, ну, тут у меня осталось уже 2 трети, наверное. Кто-то мне говорил, Юля, какой-то там крючок сделай, чтобы тебе удобнее было мотать. Ребята, она весит килограмм 8 или 7. Вот эта бобина в ней 500 метров. Какой крючок ее выдержит? Вот никакой. Поэтому я ее на стол кладу и просто вручную отматываю. По-другому никак. Вы в прошлом ролике видели маленький кусочек от нее. Но в реальности здесь 500 метров. И вот здесь уже она далеко не полная. То есть вот эту часть я уже тоже убрала отсюда. Она неимоверно тяжелая весит. Никакой крючок ее не выдержит. Ее поднять можно только двумя руками. Потому что она прям, знаете, тяжелая. Теперь дальше. Вот у меня коробка есть большая. В нее я отмеряю 50 метров. Метраж отмеряю по столу. Вот стол от угла вот до сюда. Вот у меня, видите, здесь этот. Представляете, два ногтя отвалилось. Нет времени сделать работу навалом. Как это? Ну, как есть уж показываю. По метражу отмеряю вручную. В коробку складываю, ну, чтобы уж не на пол в коробке. Вот здесь у меня коробка 50 метров. Теперь мне нужно смотать это все в одну бобину. Конечно, можно руками, но руками будет долго. Блин, Юль, найди время, сделай маникюр. Поэтому сейчас с помощью шуруповерта эту идею мне подсказала. Алена Полей, она тоже где-то подсмотрела. Алена, блин, респект тебе, уважуха. Спасибо, снимаю шляпу за такой ценный совет. Так, нам потребуется шуруповерт со длинным сверлом. Берем хвостик, кусочек скотча, кусочек скотча, так, наклеиваем. Смотрим, какой стороны крутится стук. Приклеиваем вот сюда. И теперь так аккуратненько, просто придерживая рукой, наматываем. Все, вытащили обратно вот так вот пипку, эту обратно вкрутили. Все. Собственно говоря, у нас получилась вот такая вот 50-метровая бобина. Буквально 2-3 минутки, и все готово руками скручивать, но минут 30, не меньше. И даже если там вот этот хвостик, который внутри как-то поцарапался, да, этим сверлом, ну, вы меня поняли, ничего страшного в этом нет, потому что я всегда на такие бобины 50-метровые сантиметров 20 сверху даю. Ну, вот на такой случай, если вдруг, хотя я вот сама так делаю, ну, ни разу не больше поспортирую, но все равно сверху всегда накидываю. Ну, так, на всякий случай, ну, и человек приятно. Так, ну, после того, как я собрала все заказы, забрала Палюню со школы и привезла ее на рисование, пока она рисовала, или что она там делала, я не знаю, что она захотела, сейчас узнаем, сейчас на порядке узнаем, я съездила к знакомым, которые занимаются игрушками, отдала там им кое-что, мне надо было отдать, передать, в общем, там кое-что обсудить, мы все вопросы обсудили, и я немножко поснимала, какое количество их игрушек, где они делают, как они их делают, ребята. Конечно, очень трудоемкий процесс, и очень грязный такой процесс, ну, то есть, но, я думаю, вдруг вам будет интересно, ставлю вам это вот сюда. А, вон та зеленая копилка, не видно ее отсюда, совы вообще. Он говорит, давай, говорит, из этой совы сделаем этого, что он называет, попугай, я говорю, да не пойдет? Нет, попугай, у попугая, мне кажется, перь длиннее, и плюх другой. А вон девочка с мальчиком, видишь, как красиво падает, французские монеты, тоже сама раскрашивала. Так тонкая, вот эта тонкая работа, капец прям. Короче, Серега Глеб, ты разукрашиваешь, я поняла. Ну, я иногда... Нет, Серега, кто же нам иногда включает? А, что зимой делать, еще сидит и разукрашивает. Это лето, я красила. Вот из чего копилку мы делаем. Вот этот бычок, вот этот бычок... Это копилка? Да. Вот это они. Угу. Здесь я могу копилку. А вот здесь подвесной сову сделают. Не берут вообще. Смотри, подвесная. Это вот так вот я и сделала. А, это на стенку, да, вешать? Да, на стенку можно вешать. Ей надо сюда какие-нибудь крючки, будет держалка для одежды. Ага. Ну, или типа ключница. Ты тут заканчивал по поводу рекламы. Конечно. Ну, потому что собачки они есть. Гномики тоже уже есть. Мне мишка нравится, мишку тоже не берут. Мишка так вообще ползает. А, он есть с собаком? Есть этот... А, вот улитку... А из улитки нельзя копилку сделать? Прям вообще. Пораза. Ты подумай, Серёж. Это еще такой вариант. У меня была такая красивая. Да, ну классная. Мне все купили. Сложные дни, очень большая. Сложно, да? Это... Как тебе сказать? Ну, ты, короче, подумай, из чего можно будет еще копилки сделать. Вот. Вон на тех, кто покажи мальчика... Бабка из детки. Бабка из детки. Серёж, вон там... Серёж, достань. Вот эти вот. А это из этих, да? Это ты тоже красила сама? Ну, да. И вот. Что-нибудь похожа? Не знаю, я бы так не смогла. А вот они, чешки, скрытые таланты, оказывается, про скрашивание. Есть такое. Мы хотим еще вот такой домик сделать. Подожди, а вон у вас разве не попугай? Ну, он это... Это у него нет формы еще. А, формы еще нет. Не, он, я не знаю... Там сложная. Герметик уйдет три балла. Вон, видишь, какие... А я их не снимаю, они еще нет. Ну, их еще нет, господи, просто посмотрели. Это будете которые, да, еще будете? Ну, будем, наверное, посмотрим. Вот хотим домик вот такой тоже сделать. А потом, Юль, я сейчас пока загадывать не буду, я из фарфора буду сделать и ватные, ну, такие, поняла, да? На елку и это, мурочки эти. Где вы взяли этот улов? Он такой побитый жизнью. А он побитый, все же реставрировал, ты что? Да, да. Ну, у вас таких больших форм уже пока нет? А их хрятки будут, Юль. Их надо покупать, эти шстанки. А, так не сделаешь, да? Нет, это, блин, просто невозможно. Понятно. Невозможно. Ясно. Технологически невозможно. В общем, что тут только нет? Там еще, вообще, по-моему, нет. Пойдем внутрь посмотрим. Внутри там тоже все. Бабка с бедом в баню. Я говорю, тигренка, я говорю, спиздили. Какого тигренка? Ну, эти, расскажи. А, это когда вторговали, да? Я говорю, то этого, то... Помнишь, это твою лягушку-то без глаз? Угу. Смешно. Ладно, людям все равно все вернется. Берешь чужое, но тебе потом столько возвращается. Так что не переживайте. А вам, наоборот, плюсом будет. А он, Серега, какие грибочки сам изобретил? Видишь, вот в стороне такие... Где грибочки? А, вон. Да. Это он сам вот без формы сам такой... Ты слепила их, что ли, с чего-то? Нет, без формы я делаю другие. А, вон, видишь, улитка-то форма? Видишь, как ковырять? Ага. Можем попробовать, конечно, но... Ее же надо, чтобы она там объем сохранила. Ну, да. Ну, попробовать можно. Если улитка-то... Не, Ледь, улитка я раскрасила, там интересно. А, ну, сову, помню, сейчас золоком сделала. Сразу же шла сова и улитка там вместе. Вот лягушки, вот лягушка, вот из нее. Лягушки могу сделать, фу, да, это... Копилку. Копилку легкую. Вот. Тоже могу. Лягушка, бычок. А что, они у тебя тут моются, что ли, что-то такое? Нет, это, знаешь, что, это, наделали бычков... Ну? Они не продаются. А, не продаются. Это с того года. Год быкач был. Ну, да. И я пихаю внутрь, чтобы сэкономить. А, чтобы сэкономить на это. Не, ну, это нормально, но там заливают потом его еще. Это вот ты, вот берешь форму, заливаешь, да, и вот она у тебя сохнет. Да. Под лампой. Он под той. Сохнет под обогревателем. Под обогревателем. Это то, что поедет. Это, ребят, вот... Потом грунтуешь, а не сохнет, там уже кратишь. Потом еще и лаком. Скрашено. Да, ничего себе. А уль, эту утку делала сельдня. Мальчика и девочка, да, туда? Купили. Ну, красиво, да. Было красиво, но уже... Для тех, кто не знает, ну, у нас же есть такие зрители, которые не смотрят, все подряд ролики. Значит, у нас будет пробная поставка этих самых игрушек, 10 видов, ну, 10 разных. На Вазберс я в ближайшие выходные буду откружать. Поэтому они там сейчас делают поставку, ну, собирают, делают игрушки, которые туда поедут. И как только они там... Конечно, я вам обязательно об этом скажу. Как только я их туда отвезу, сдам, вы все увидите. Кому надо, следите за роликами. Бежит моя. Ого, что у нас сегодня? Давай-давай-давай-давай-давай-давай, бежись-ка, я тут уже тебе. сегодня у нас пейзаж да вот твое лицо художница юная я там решила что у нас печка сейчас мышь ее не тут им у нас тепло газ с гордостью у нас газ печку мы не топим и вот большая стена печки я туда пока завешиваете завешиваю картины нашла у меня нет ну тут вы наверно как ты спереди ехал-то ехал сзади здесь коробка стоит нам сейчас надо отправить ее так ну ладно в общем-то у нас художественные эти закончились теперь нам надо каширу каширу дабы отправить заказы которые собрала дом у нас приболел его вчера уехал в этот техникум а вечером позвонил быть у меня температура 37 метре приезжая приехала его забрала сегодня вроде нет температурного стран врачу сходил с утра нам там что-то выписала от забыла в общем я думаю что семафорик больше были так стек стек сегодня тяжелый опа поехали пошли в коробке пока запаковала болотчик много разных пакеты не провалить пока в коробке так ну все я вздох сдала ух ты какая красавица смотрите какая кошка красивый на помойке шарится вообще красотка смотрит так на меня что же ты такая красивая делаешь на этой помойке планшет сейчас поле не увидела обалдеть какая помесь какой нибудь сиамки скорее всего глаза голубые ну я не об этом хоть кошки ничего что сейчас я вам что-то расскажу сейчас сяду наверно лучше есть у меня мамочница и не соскучишься я вам серьезно сидит смотрит по сторонам у них в школе есть физкультуры а там физкультуру входят в таких ну в лосинах васильковских такие цветастые футболки и ходит и говорит мам давай купим у я хочу спортивный костюм я хочу спортивный костюм спортивный костюм я собственно грязь сегодня вот с собой в каширу притащила надо было ее с темой стать они с собой притащила зайти здесь в магазин посмотрите спортивный костюм но хочет ребенок пусть будет но вчера 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 я и говорю пой у тебя вещи которых ты на физкультуре занимаешься они лежат в школе на их домой не носит я говорю наверно уже грязные принеси постираем физкультура была сегодня последним уроком все логично но вот более чем логично ну мама сказала принести вещи постирать физкультура последним уроком ну вот что надо делать правильно в них и прийти зачем лишний раз переодеваться то есть все логично я без претензий просто сама ситуация в итоге общем у меня ребенок в лосинах полю покажи зеленых в кошачьих лосинах причем они такие тоненькие хэбэшные ну они на физкультуре же в спортивном зале не на улице заниматься и тоненькие дала в лосинах и в футболке и в кофте сверху и все бы хорошо но на улице конец ноября 0 дождь и ребенок у меня в лосинах у нее с собой ее платье школьное и колготки но переодеваться в ниве это вот очень неудобно полюня в колготках красивее чем в летних лосинах там с тобой через площадь идти до магазина в общем вариантов нет ну переодеваться но это уж совсем блин это очень неудобно в ниве очень мало места даже ребенку колготки натянуть в ниве но это просто будет швак поэтому идем как есть так что делать и закрываем машину идем с тобой в магазин гудбай не гудбай а хэллоу идем с тобой в магазин спортивный костюм сейчас в магазине скажут господи какой-то вот мама мама хорошо выглядит посмотрите вот на мне кофта красивые скушные джинсы на мне драные ботинки на мне новые такие показать вот у меня такие осенние ботинки высокие ну да они грязные тоже по горе шла сейчас я их протру мне тут есть губочка в машине и вообще по улице ходишь грязно же до запасе но хорошие ботинки и ребенок в летних лосинах сейчас в магазине на меня так посмотрите полюбина хотелось бы шуток поприличнее было не в лосинах летних в зеленых главных самых ладно одевайся давай пойдем гномик что посмотрим что там будет но мы идем за спортивным костюм только спортивный костюм больше давай от помойки отойдем нормально ну куртку и зеленый лот все пошли красота моя магазин что у меня джинсы очень модно зеленый мая роспись ладно самое главное нападаешь такую ситуацию самое главное не придавать этому значение делать как будто бы так и надо и никто туда ничего не заметит серьезно говорю так я только не прыгать еще все мокрые будут они что не ну а хоть снимать ну скажем так покупка спортивного костюма прошла успешно почти даже ничего больше не взяла носки шнурок для зарядки для машины конечно руку сломался и поле там какую-то куколку пупся какой-то крем в банке страшно это открывает ее будешь или купить ради купить поля дома так что за пробки начинается чего-то потеряла страница 99 99 поле давал сначала руки-то делаем потом будешь остальное хорошо пожалуйста это очень прошу бобры ну где бобры 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 боб하하 боботы бобры бобры е Wald что у тебя хороший новый учебник это всех старая у тебя хорошую чем если на болоте то старый хорошо оставить бобров в покое просто прочитает три строчки которые там написаны я сейчас не побегу тебе менять учебник потому что у всех бобры на реке у тебя на болоте тут задача нигде бобра задачу в букву научились читать дальше за спальшь школы поменяешь если надо подойдешь к учительнице спросишь какой у тебя учебника на для тебе его меня на все согласны учебник не тот бобры не угодили полечка солнышко я тебя очень прошу бобры тебе нравится болото тебе не нравится это без разницы нужно чтобы ты просто прочитала эти строчки которые там написаны они хорошо они строители так ну какое слово получилось пульта мне от слова снегом еще раз читать 5 это не снег Это не снегом. Читай, что написано. Сеном. Не сеном. У тебя береза накрылась сеном. Читай. Се. Се. Ре. Ре. Б. Ром. Какой снов получился? Ну что ты смеешься? Слово какое получилось? Зима. Ну какая зима? Поль, ну читай нормально. Давай последнее слово осталось, блин. Семь часов уже, давай. Я не виновата, что так долго доходит. Не виновата, что так долго доходит. Ты невнимательная. Последнее слово осталось во всем стихотворении. Се. Се. Ре. 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 Р. Ты. Се. Не на меня смотри, а в то, что написано. Се. Ре. Ре. Б. Ром. Какой слог? Серебром. Серебром. Слава Богу, Господи, с седьмого раза. Все, собирай. Давай математику сложишь. Что-то мы затянулись с этими уроками сегодня надолго. Ну, после уроков мы поужинали, я ногти переделала в набои на обеих руках. На правой руке всегда быстрее стоят. И покормил он, молодец. И вот у меня один ноготь, он средний, пал смертью храбрых, так сказать. Ну, когда делаешь постоянно гель-лак, они становятся такие тонкие. То ли может. Ноготь тонкий, хотя не заметила. А может это... Ну, в общем, об дверь, об машина шандарахнула рукой и сломала в средний. Теперь он покороче, чем остальные. Ну, ничего страшного. Что, товарищи? Да не эта рука, Палюнь. Где? Кажу. Вот. Видишь, он коротенький стал, средний. Ну, покороче, чем все остальные. А у меня еще хуже. У тебя еще хуже, да. Все, товарищи, день закончился. Вроде бы я все, что я сегодня запланировала, сделала. Хотела еще сегодня оболочки немножко попаковать, скажем так. Но что-то мы задержались. То там, то сям. Плюс и уроки. Плюс ногти. И нам уже спать пора. Время почти десять. Мы в девять обычно идем мыться. Поэтому мы быстренько побежали мыться и спать ложиться. Завтра новый день и новые свершения. Все увидите в следующих видеороликах. Надеюсь, что сегодняшний день вам понравился. Внизу, в описании к этому видеоролику, разные полезные и интересные ссылки. В том числе ссылка на наш магазин ВКонтакте, который называется Вкусно Ем. Там можно заказать оболочки, специи и все прочее, что я пакую и отправляю. Вот с деком и почтой. Это с Вкусно Ема. Как сделать заказ в магазине Вкусно Ему, видите, вот в этом ролике. Вот здесь пониже, видите, как найти вас на Вальбересе. Если вам нужен всего какой-нибудь один товар, а не большой заказ, то вам выгоднее и быстрее заказать на Вальбересе, как нас найти вот здесь. Вот сюда нажмете пальчиком, подписывайтесь на наш канал. А вот здесь пониже наш второй канал про колбасу, копченость и прочее. Все, друзья мои, всем спасибо за просмотр. Всех люблю, целую. Боле меня передразнивает. Все, ребятки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok